Включая запись. Я вас поздравляю с тем, что вы закончили программу профессия нумеролог. Еще не закончила. У меня еще последний тест. Тест уже, я думаю, поскольку вы прошли все, тест, я думаю, что вы сдадите. Я надеюсь. Поэтому от себя я точно знаю, что вы закончите. Расскажите немножко про себя. Чем занимаетесь? Занималась многим, но в данный момент пока занимаюсь реабилитацией ребенка. После, да, осложнения, после прививки. Жесть. Очень, как это? Ну, сложная ситуация, неважно. Тут все навыки, да, и психолога, и массажиста, и кого хотите, да, используется. Вы большая молодец в любом случае. Светлана, скажите, с чем пришли на курс? Какая была цель? Какой был вопрос? Какая цель? Какой вопрос? На курс пришла для себя любимая. Пора выходить из, скажем так, уже из заточения. Ребенку уже полегче. Мы справились, пора идти дальше. Ну, и, собственно говоря, чтобы собрать себя, себя собрать, я, в общем, допустилась в этот путь. Да. Для того, чтобы встретиться с собой любимой. Как я оказалась на курсе, я себе на день рождения позволила сделать подарок. Я заказала нумерологическую карту именно с целью посмотреть, кто я, где я сейчас и куда мне двигаться дальше. Получив этот подарок, я, скажем так, не ограничилась на этом и решила разобраться в этом самостоятельно. Класс, класс. Вот поэтому я, собственно говоря, оказалась на курсе, потому что мне стало интересно, потому что у меня было ощущение, что за мной подглядывали всю мою жизнь. У меня был просто шок такой, ну, вот реально, потому что, ну, я работаю с людьми, работала с людьми много в разных сферах, с разной глубиной. Но, скажем, на столько подробной информации, ну, я, наверное, не слышала нет астрологов, нет коллег-психологов, нет кого-то. Для меня это было действительно очень удивительно, как это могут рассказать о человеке цифр. А так как я являюсь психологом по образованию и по состоянию души, то мне стало интересно, как же все-таки это работает и с точки зрения преддиагностики, с чем работать. Потому что для того, чтобы добраться до, скажем так, подобного анализа, да, приходится в психологии проходить достаточно длительный путь. А нумерология показывает, ну, скажем так, вектор направления практически сразу, да. И вот эти два инструмента, они очень хорошо работают. То есть нумерология показывает, куда идти, а психология, скажем так, подхватывает и знает уже, как с этим работать. Вот тут у меня уже проснулся уже второй интерес. Если первый интерес был исключительно личный, то здесь уже проснулся профессиональный интерес. И вот в этом ключе, собственно говоря, я и изучала, уже сразу анализировала, уже сразу прикидывала, где-то зависала, потому что мне нужно было состыковать одно с другим. Ну, то есть у меня шли свои процессы, но тем не менее, в общем, да, я получила то, даже, наверное, больше, чем я рассчитывала получить от этого курса. Здорово. А были ли какие-то у вас сомнения при выборе учителя? Ну, учителя все-таки выбираете, кому идти на курсы? Какие-то возражения, сомнения, идти, не идти? Сомнений у меня не было. Объясню почему. Потому что я долго выбирала. Я смотрела портфолио, я смотрела предревью, скажем так, да, все видео. Я анализировала с точки зрения, в каком контексте это подается. У меня была четкая задача найти школу, в которой нумерология подается вот просто как наука, как математика. То есть вот в чистом виде. Вот о чем говорят цифры? Без каких-либо маркетинговых прикрас. Потому что прикрасы, извините, мне уже самой в моей работе нужно будет отслаивать, чтобы наслоить то, что нужно, скажем так, в работе психолога. Поэтому мне нужна была чистая вода. И, если честно, то я просмотрела очень большое количество предложений на эту тему. Примеряла на себя, понимала, с чем мне придется, скажем так, сталкиваться. Мне даже объясняли, вот, скажем, нумерологу, которого я заказывала свою нумерологическую карту в подарок. Она мне объясняла, что даже вот если тебе это не подойдет, то ты вот это брать не будешь и возьмешь вот только это. Ну, то есть у меня бы уходило время, силы на отслаивание, ну, скажем, той информации, которая мне была не нужна. Поэтому у меня была задача вот найти в чистом виде. Ну, и как сработало пространство, совершенно случайно в Фейсбуке на меня упала реклама. Ну, в связи с скуками, я же сказала долго нумерологиями, вот этим волшебным образом на меня упала реклама. Я не сразу решилась. Честно скажу, я прошла один вебинар, зашла в Инстаграм, просмотрела все видео. Эта информация должна была сесть. Ну, во-первых, я понимала, что это длительное обучение. Тут еще играет роль учителя для меня очень важна. Важна, потому что, ну, говорящие лицо в кадре видеть на протяжении, там, трех месяцев, если она тебе не нравится, то, извините, это, конечно, да, это онлайн, но, тем не менее, это все равно нагрузка. И если тебе что-то не нравится, то зачем, собственно говоря, да, себя. Потом у меня был вопрос, а так ли это, где же подвох? Вот реально, потому что вот из всех предложений, это единственное предложение, которое было не окрашено никак. И вот я искала, где подвох. Я вслушивалась в каждое слово, в каждое видео, я смотрела, я анализировала. Я в повторном пошла на бесплатный вебинар, честно. Я мучила долго и вас, Алексей, вы должны это помнить. Вот, я всех долго мучила, потому что мне нужно было, ну, на себя одеть эту рубашку и понять, насколько мне в ней будет комфортно, да. Насколько я слышу, понимаю, что говорят, насколько это для меня полезно, да. То есть именно то, что говорят, даже вот в этих пред... А бесплатный курс вы проходили или вы чисто на вебинары ходили? Что такое... Нет, бесплатный курс я не проходила, я на вебинар попала. Ну, бесплатный вебинар, да. Нет, вебинар это не курс, у нас еще просто перед этим был, может, вы его пропустили. Да, да, вот предкурс, да, вводный курс, конечно, да, я проходила вводный курс, я его проходила два раза. Честно, я его проходила два раза, и два раза я слушала то, что я слушала, да. И дважды я в итоге у меня включилось, заработали, скажем так, все, да, ключи, все машинки. И вот, собственно говоря, я попала на курс. Класс. Были ли какие-то эмоции при прохождении? Что вам понравилось, не понравилось? Вы знаете, вот чем хорош курс? Тем, что, знаете, эмоции в нумерологии – это скорее мешающая часть, чем вспомогательная. Поэтому вот для меня как раз было очень комфортно проходить это реально как науку, то есть без эмоций, без, то есть абсолютно четко структурированная информация, которая дается очень объемно, но в то же время в сжатые сроки. Технология построения самого обучения сначала пугала, потому что, ну, вы же понимаете, это же нужно включиться и работать, и все время быть в тонусе. Но с другой стороны, я очень четко осознала, например, когда первое озарение пришло, когда пришли первые выходные дни. У меня сданы домашние задания, и я не знаю, что делать. Вот реально. И ты понимаешь, что если паузы будут дольше, если тебе дадут возможность зависать, то ты теряешь, вот когда ты нанизываешь бусинку на бусинку, свяжешь бусы, то ты теряешь суть этих бус. Да, вот все построено очень грамотно, правда, очень грамотно, иногда где-то, скажем так, жестко, но это обусловлено и оправдано, ну, абсолютно. Были, конечно, страхи у меня по поводу того, что я не вложусь в сроки, очень сильный страх был, но тем не менее, раз я здесь, то я в них вложилась. Класс, вы молодец в любом случае. Аллилуйя, я вложилась во все сроки, это то, что меня как бы беспокоило, что, ну, блин, я все время искала подвох, ну, что же не так, вот реально, все так, все супер, все замечательно, огромная благодарность всей команде. И моему куратору Яне, которая поддерживала, подталкивала, вдохновляла, скажем так, приободряла меня в каких-то, да, моментах. Светлане за очень качественную подачу материала, очень структурно выстроенную всю цепочку и внутри цепочки каждое звено тоже выстроено, ну, очень грамотно. То есть сейчас, беря свой конспект, я абсолютно четко понимала, а я конспектировала вот все. То есть несмотря на то, что это онлайн-курс, несмотря на то, что есть рабочие тетради, я останавливала каждое видео и записывала вот как за лектором, вот реально все конспекты полностью сделала. Я могу открыть конспекты, найти ответ на все вопросы, которые заложены, скажем так, в том поле, которое я изучала. Те моменты, которые были, скажем так, не прояснены, да, то есть, ну, какие-то там наложения, сложные какие-то структуры. Вот у меня достаточно сложная структура была, разобраться с первого раза у меня не получалось, но, тем не менее, это даже хорошо, потому что если бы я, я это сейчас понимаю, что если бы я прошла это задание с первого раза, вот мне чисто повезло где-то, то я бы его не поняла. А в связи с тем, что, скажем так, меня, ну, чуть-чуть задевал, вот, ну, как бы, ну, вот совсем я чуть-чуть не дотянула и все равно задание не приняли. Теперь я благодарна, потому что я увидела вот глубоко и по-другому и вот поняла, осознала, как, что, да, вот почему сразу, грубо говоря, не указать на все ключи, да, потому что всему свое время. Вот каждый ключ, он открывается тогда, когда ты к этому готов, вот эта база у тебя сложилась, скажем так, в голове. Для меня все очень, все очень замечательно. Я выхожу из курса с чувством огромного удовлетворения и полученных знаний, безусловно, и проделанной работы тоже, безусловно, и взаимодействия. То есть, ну, как бы, если меня спросить, могу ли я рекомендовать, да, я с удовольствием рекомендую, потому что это правда очень-очень глубоко и очень структурно и очень грамотно. Спасибо, Светлана. Смотрите, еще вопрос хотел задать вам для себя, потому что вы проходили, примеряли все на себя. В первую очередь, для себя, какие важные результаты уже во время курса и вот сейчас уже при окончании уже есть? То есть, какие важные для себя результаты получили? Для себя результаты... О, блин, это секреты рассказывать не очень хочется. Хорошо. Да. На стратегическом уровне. Я отвечу на вопрос, на который я искала ответ очень долго, очень много лет, подряд, десятилетия, я бы сказала, я искала ответ на вопрос, почему я очень успешно двигаю чей-то бизнес и не заявляю о себе никогда. Вот я абсолютно четко веду бизнес от начала до конца, либо вывожу его из кризиса, по-разному было, да, но присвоить себе результат и заявить о себе, что я, например, там, кризис-менеджер или я просто начать даже свой бизнес, у меня был всегда стопор. И все, не только я задавалась этим вопросом, все, кто меня знает, задавались вопросом, почему ты находишься в этой точке, почему ты до сих пор ничего, собственно говоря, сама не начала. Ответ в моей нумерологической карте. Я могу работать только в партнерстве. Всем, кто желает... Ну, я шучу, конечно. Я могу работать только... Ну, то есть я успешна в партнерстве. И моя сила в партнерстве. Так, и теперь? И теперь я понимаю, ну, как, собственно говоря, двигаться дальше. Идей у меня множество. Вопрос был именно в стопоре. От себя начать я не могу. Я не могу, у меня нет ресурса заявить о себе. Но продвигать чей-то бизнес, даже свою идею, но в паре с кем-то, у меня всегда замечательно получалось. И, в общем-то, этим, да, я в ближайшее время собираюсь воспользоваться этим заданием. Класс. Если засуммировать сейчас все, что вы сказали, что самого ценного для вас получилось, случилось на этой программе? Я встретилась с собой, узнала себя. Это самое ценное, что может быть для человека. Потому что, когда ты знаешь, в чем ты силен, и знаешь, где тебе нужно подстелить, либо доработать. Хотя мы все можем доработать, как я, ну, я это знала и до курса, но, скажем так, я не знала, чего, собственно, именно дорабатывать, да. То есть где-то я уже доработала, а вот где-то я не доработала. То есть главный ответ, главный вопрос для меня заключался вот почему. Почему ты такая умная и до сих пор такая вот, да, бедная, ну, скажем так. Да, потому что я, у меня вот такая особенность, которую я не брала во внимание. Не то, что не брала во внимание, я не понимала, как это работает сейчас. Я знаю, как это работает, я буду двигаться в этом направлении. Ну, и зная себя уже, любимую, как я устроена, естественно, я буду, скажем так, корректировать какие-то свои взаимодействия с миром в каких-то сферах, скажем так. Угу. Если брать, вы тоже говорили про инсайты, вот про ваши изменения, если взять, может, один-два ваших самых крупных, которые с вами случились на этой программе. Ну, понимаете, когда у человека есть поломка внутри, он не может найти на нее ответ, он теряет уверенность, он в растерянности. Я получаю фундамент под ногами, получаю осознание, ты становишься уверенным, ты понимаешь, что тебе делать. Ты понимаешь, чем тебе это делать, за счет чего ты можешь это сделать. Ну, как для меня, как для человека действие, это мега ресурс, поймите, то есть я человек, ну, то есть так сложен, что я сложена на уровне действий, да, я человек, который доводит все до результата. И вот самый главный результат, это, ну, как бы свой, свою реализацию именно, вот, да, амбиций-то много, инсайты мои, амбиции мои. Почему я не реализуюсь, вот, как единица, да, потому что, потому что мне нужно реализоваться как двойки, то есть в партнерстве. При этом мои амбиции, ну, скажем так, выйдут не в амбиции, а именно в творчество, в созидание, в какой-то продукт, да, то есть в удовольствие в итоге, а не в предъявляемые требования, да, почему не признано, вот так, я бы сказала. Класс, вы говорите и светитесь, я, ну, я реально рад, что у вас такие изменения произошли, то есть у вас вот это самый главный ваш инсайт, то, что вы... Ну, и люди начали реагировать на меня по-другому, для меня это правда работает на 200%, это как бы не к нумерологии относится, но тем не менее, когда человек внутри целостен, чувствует опору, реакция людей вообще вот везде, те же самые люди в кофейне, там, бармен и так далее, а такое впечатление, что они меня видят впервые, да, абсолютно другие реакции, то есть вот была, там, грубо говоря, три года подряд я хожу в одну кофейню, была одна реакция на меня, сейчас совершенно другая, я пришла перепроверила, я еще раз пришла перепроверить, да, действительно другая, это вот так работает волшебным образом, да. Ну, конечно, нужно работать, то есть помимо того, что мы получаем инструмент, мы должны с этим что-то делать, безусловно, просто получить инструмент, увидеть, ну, карту, вот я бы ее увидела, ничего бы не делала внутри себя, ничего бы не производила, да, и, конечно, бы ничего бы не изменилось, безусловно. То есть мы получаем огромные знания о себе, о своем мироустройстве, о своем взаимодействии с миром, и с этим нужно сразу что-то делать, вот получили и сразу нужно это применять. Не на завтра, не на послезавтра, не там в другой жизни, в другой жизни будут другие задачи, а прямо сейчас начинать это применять в своей жизни. Ну, я, в общем-то, начала, я за этим шла, поэтому я сразу начала это применять в жизни, потому что я шла для себя, потому что со всеми остальными, ну, опять-таки, это моя особенность, со всеми остальными, то есть у меня вообще все чудесно, они, ну, все, все, все любимы, все облюблены, кроме меня самой, было до попадания на курс. Класс. Светлана, как вы считаете, что, потому что вы вначале говорили, там местами жесткая какая-то методология обучения, но правильно выстроена, что все-таки Светлана, как учитель, может предложить людям? Ну, то есть, потому что очень важный вопрос, вы, поскольку вы долго-долго, вы сами сказали, долго-долго вы выбирали ее, вот. Сейчас вы рассказываете про свои изменения, конечно же, большая часть – это исключительно ваша заслуга, потому что вы там внедряли, понимали и учились, но, тем не менее, личность учителя тоже каким-то образом важна, чтобы это произошло. Да, безусловно, личность учителя, почему я говорю учителя, потому что это учитель, человек, который передает знания в очень емкой форме, очень доступно, то есть простыми словами о сложном, но при этом не теряя глубины. Это очень важно, потому что очень часто бывает так, что те же самые трактовки даются в очень плоском ключе, без захода в глубину, то есть плоская картинка, то есть там это про деньги, это про это, это про это, и начинают танцевать с бубнами вокруг этого. Нет, далеко не так, то есть каждый параметр рассматривается с разных точек, то есть, например, одно и то же число на уровне мыслей, как мы мыслим из этого параметра, как мы чувствуем, если на уровне чувств, как мы действуем на уровне действий. И в каждом из этих параметров мы можем действовать из этого параметра, и это будет вроде бы об одном и том же, но это все-таки разные вещи. И это тоже есть на курсе. Есть на курсе понимание, скажем так, куда смотреть, о чем смотреть, это тоже очень важно, потому что, может быть, например, методология выложена, но не выложен, не даны инструменты, как ее применять или как ее трактовать правильно, как ее накладывать на жизненный опыт, что важно. В данном курсе, помимо того, что мы имеем очень четко, скажем так, выстроенную методологию с инструментами для ее внедрения, нам еще показывают, в каких сферах жизни мы можем это применить, в каких сферах жизни, если я работаю сама с собой, или просто применяю это в своей жизни, либо если мы идем дальше, мы становимся нумерологами, консультантами и так далее, то как при помощи этих инструментов мы можем помочь людям, то есть какие сферы мы можем осветить при помощи этих инструментов, комбинации этих инструментов, плюс очень щедрые бонусы, методы коррекции, да, то есть даже при том, что человек, ну, скажем так, не обладает, предположим, знаниями психолога или там энергопрактика, там, скажем, любыми другими знаниями, да, вот просто я бы пришла как Света, сидящая с маленьким ребенком, не имея бы базы за спиной, и получив бы в бонус, скажем так, вот этот метод коррекции, я бы уже на сегодняшний день имела бы инструмент для самопомощи, это тоже очень важно. Как специалисту я получила просто подтверждение того, что, да, это работает, потому что я с этим работаю давно, да, ну, скажем так, не в рамках нумерологии, но тем не менее, да, эти инструменты мне знакомы, и увидеть, как это еще используется и здесь для меня было тоже очень ценно. То есть очень, ну, скажем, ну, что я могу сказать про учителя, если он учитель, он передал базу данных, не просто мертвую, а которая работает, то есть большего за учителя сказать, ну, нечего, правда. То есть если это работает, и прямо сейчас здесь, не отходя от кассы, я не приходила ни к какому другому специалисту, не обращалась в процессе программы, я не, да, не пользовалась ничьей помощью, подсказками, я работала я и, да, мой учитель и вся команда, да, поддерживающая. И я получила результат, что может быть круче. Ну, я считаю, что очень-очень, да. Класс. Какую бы вы поставили оценку программе, которую вы прошли? Ну, мне 12 баллов с творческим подходом, знаете, если мы говорим об оценке, то 12 баллов с творческим подходом. Если мы говорим про то, как я себя в этом чувствую, то на пятерочку, потому что для меня это еще новое, ну, как бы, да, это то новое, во что я готова заглядывать дальше. Это лично моя позиция, не после курса. После курса, скажем так, тот объем, который я заказала, да, я его получила на 12 баллов. Мое внутреннее ощущение ученика в позиции 5, то есть новое. Я, у меня начинается новый этап, как чего-то нового, интересного, понимаете? Вот о чем я говорю. Класс. И я еще очень заинтересовала то, что вы с психологическим образованием, вот от себя какую-то, вы уже сделали, наверное, какие-то выводы, наслоение одного на другое. Это очень интересно понимать, как вы это состыковываете, планируете ли это использовать вместе. Ну, вот как-то обратную связь по этому поводу, потому что мне лично очень интересно. У нас, в принципе, по интервью очень мало было психологов, и я никому такой даже вопрос не задавал. Но мне очень интересно. Ну, вот смотрите, когда Светлана говорит о том, что когда мы встречаемся в нумерологической карте, например, вот с такой-то проблемой, мы, нумерологи, не можем ее решить. Мы можем только указать путь, по которому человек может пойти. И тут нужны вспомогательные специалисты, в том числе психологи, либо люди, которые работают с реинкарнациями и так далее. Это если говорить о том, где Светлана освещает путь психолога. А если говорить о том, скажем так, не о человеке, которому нужна помощь вспомогательная, а о пути взаимодействия нумерологии и психологии, как я это вижу, и опять-таки лично мое видение, как я это собираюсь использовать, это инструмент преддиагностики. То есть увидя карту человека, я увижу, скажем так, как он двигается в сознании, как он двигается в подсознании. И, кстати, работа психолога – это соединить бабеля с бебелем, да, вот сознание с сознанием. Это то, что мы долго учились, ну, совмещать в цифрах, еще дольше этому учатся психологи совмещать это в реальной жизни, в помощи, в сопровождении, в коррекции и так далее. Ну, то есть в любой работе, больше, скажем, не как психолог, а уже как дизайнер, как человек, работающий, скажем так, с эргономикой пространства, его облагораживанием, делая его более уютным, да, и так далее. Опять-таки, нумерология очень может быть использована и в этом ключе, особенно у ландшафтных дизайнеров или у дизайнеров, которые работают там по… или включают в свою работу какую-то систему там фэн-шуй, да, очень помогает вот это понимание, как работают энергии, где они находятся, есть ли они у человека и нужно ли это добавлять. Потому что не зная карты человека, вот что я осознала на курсе, что не зная карты человека, фэн-шуй к нему применять я не могу. Потому что я не знаю, наврежу я ему в итоге или помогу, понимаете? А зная карту человека, я могу правильно его простроить, не только с точки зрения там сторон света и так далее, да, а с точки зрения внутреннего устройства данного человека или группы лиц, находящихся в данном, скажем так, пространстве. Вот еще один способ, как вспомогательный инструмент, как я могу это использовать. Класс, класс. Ну и в завершении, если хотите еще добавить от себя что-то, то добавляйте. И короткое пожелание тем людям, которые думают, еще сидят и думают идти, не идти к Светлане учиться. К Светлане точно идти. Думать можно только по поводу, надо оно вам или нет. А вот если выбирать тренера, да, к Светлане, это правда. Вы получите четко структурированные знания, не окрашенные ничем иным, кроме как самой сутью заложенной или самой основы, то есть вы получите базовые, глубокие знания, которые вы потом сможете применять в разных сферах жизни. Другой вопрос, вам это нужно или не нужно, это решать, это, скажем, вопрос каждого. Что касается личности тренера, да, безусловно, идти в эту школу, к Светлане, потому что все очень грамотно, четко, прям, ну, слов нет, да. Вот когда у меня заканчиваются эпитеты, когда, понимаете, когда что-то нужно приукрасить, ты приукрашиваешь. Вот честно, вот мне даже не хочется ничего приукрашивать, потому что суть, она есть суть. Это зерно, которым каждым воспользуется так, как ему дано воспользоваться, но зерно от этого своего качества не поменяет, да, от моего отношения или моей эмоциональной краски зерно останется зерном. У меня, да, оно взойдет по-своему, у кого-то по-своему, но здесь реально зерно, которое стоит сеять. И, да, реально с этой командой, то есть вообще никаких вопросов. Все честно, все четко, все продумано, без каких-либо подводных камней, обманов, там, никто никого не валит, ни в коем случае, только все в помощь. То есть, если вас остановили на каком-то вопросе, вам просто нужно зайти в него глубже. Спасибо вам, Светлана. Очень приятно было с вами познакомиться. Очень интересная ваша история. Я желаю вам всяческих вообще успехов, побед. Ну и, конечно же, желаю вам попасть к нам дальше, на новые курсы Светланы. Да, это вот я решу свои вопросы, да, финансовые, и продолжу путь дальше. В том числе, я думаю, что уже с помощью нумерологии можно начать отбивать стоимость курса, да? Ну, это не мой путь, да. Мой путь все-таки творческое самовыражение, в которое я включу в том числе нумерологию. То есть, вы еще не пришли к тому, чтобы на этом зарабатывать? Я почему на этом? Именно на этом четко переключиться из всех своих сфер деятельности, исключительно нумерологии. Ну, плюсик добавить какой-то. Ну, плюсик. Плюсом добавить во все сферы деятельности, вот которыми я занимаюсь, абсолютно четко, да. Абсолютно четко, да. Это плюс, и он не просто будет добавлен, он будет идти, скажем, прединструментом, самым первым инструментом, за счет которого я буду идти дальше. Хорошо, Светлана, могу сказать, что мне понравилось наше общение. От меня лично будет вам бонус, только он еще записывается на этапе записи. Очень интересный с точки зрения, что мы этот материал не давали, маркетинговый. Вот, тоже как добавить плюсик именно, доплюсовать, потому что все-таки на этом этапе не надо останавливаться. И я с вами еще хочу потом записать еще кейс, как вы сделали, помимо жизненных результатов, еще и финансовый. Чудесно. Очень буду ждать. Договорились, да. Все, да, Светлана, вам хорошего дня, спасибо большое. Взаимно, да, всего доброго. До свидания. До свидания.